Мои хорошие, привет-привет! Я сегодня с вами хочу обсудить одну интересную тему. Будем раскрывать тему материнства. Тема интересная тем, что материнство — это такой клубок, не всегда из положительных чувств. Да, этот клубок я сама начинала распутывать, пришла к многим выводам. Это чувство вины, чувство вот это тянущее, чуть-чуть вот такое, вот прям напрягающее, это чувство, чувство вины, когда ты хочешь другого, ребёнок тебя требует, это из чувства вины делаешь не так, как хочешь именно ты. Но мы сами всегда знаем, что благими намерениями, особенно если из чувства вины, куда это всё направлено. Материнство, осознанное материнство, воспитание психически, психически, психологически, здорового поколения, здоровых детей — это на наших плечах, на плечах современных родителей. И всё начинается с нас. Нам самим нужно взращивать вот этого взрослого, чувствовать вот эти эмоции, распутывать, почему у меня тревога, почему я так реагирую, ведь это не... А хочу-то ведь я по-другому реагировать. Я же понимаю, как, но делаю-то по-другому. Разрешила я себе поделиться с вами и разрешить вам. Возможно, у вас из-за этого ещё вот эта вот сложность материнства, она есть. Девочки, быть одной — это нормально. Ощутить себя. Это я, светит солнышко. Не светит солнышко в параллель, лишь бы там не разнесли что-нибудь или не залезли куда-нибудь. Фокус внимания там — побыть, прям выделять время, закрываться одной. Я хочу, я закрываюсь, мне нужно побыть одной, ведь мы все с вами контейнеры. И если у мамы контейнер этот переполнен от эмоций огромного количества, ребёнок только чуть-чуть... И у нас уже начинает. Да потому что уже он чуть-чуть, только капельку этой эмоции как... А мы уже просто взорвались, потому что у нас всё переполнено. Поэтому нам надо пустошать, пустошать в спокойном уме, когда ум спокоен, когда у нас фокус внимания на какое-то действие, а не в параллель. Ага, мою посуду готовлю, а в параллель. А внимание-то у меня ведь не здесь, а внимание, а какая-то там тишина в комнате. Значит, там какая-то работа идёт. Я, когда ещё менее не было годика, чувствую, что у меня внутри контейнер полный. Вот я чувствую, что начинаю уставать, а мне нужно побыть одной. И уходить в другие комнаты, это тоже особенно с маленьким ребёнком, это нереально. И я у нас в городе арендовала гостиницу, приехала туда, и я думала, мне надо будет ещё и ночевать. И муж, муж пошёл, потому что мужьям нужно говорить. Это через я сообщение, они не залезут в голову. И им тоже хочется, чтобы они приходили дома, и всё хорошо. Жена расслаблена, всё хорошо, всё прекрасно. Они тоже на самом деле очень этого хотят. Но им надо говорить, не взрываться на них. Из-за повода, потому что тоже контейнер переполнен. Из-за какой-нибудь мелочи. О, истеричка, да нестеричка, потому что устала, потому что выбираю не себя, выбираю семью, выбираю детей, выбираю работу, всё по списку. Хочу выбирать себя. Я хочу выбирать себя. И побыть, сказать мужу, что я устала. И объяснить, как я вижу этот отдых. Побыть одной, может быть, кому-то сходить по магазинам, уже хватает этого. А может быть и нет, может быть, нужно что-то намного дольше. Вот я была в гостинице, побыла, шла я с самого утра, посидела, позавтракала, почитала книгу, написала благодарность, я вот такая ля-ля-ля погуляла. Потом в два заехала в гостиницу, но я сделала так, что вдруг, вдруг я захочу, чтобы они приехали на ночёвку, как будет там сон укладываться. Ну, что это было в первый раз, мне ещё годика не было, засыпала на ночной сон, только со мной. Но я сразу объявила, сказала, что будут только на мои ощущения. Всё пришло прекрасно. И в часов семь они ко мне, я чувствую, что я уже начинаю скучать, я так отдохнула. Они ко мне приехали, мы пошли прогуляться, прогуляться она у нас так быстро уснула. И всё у нас прекрасный вечер, прекрасно отдохнувшая жена, и всё сразу великолепно. И помню, в этот же день я только арендовала гостиницу, быстро же сразу же прилетает заказ, а съёмка мне тогда стоила пять. То есть, грубо говоря, на удовольствие себе потратила, и мне сразу же ещё и с довеском прилетела съёмка. Прям плюс съёмка была потрясающая, вообще очень классно, прям на лайте обработала, на лайте это снимала. Вообще прелесть. То есть, именно вот получила удовольствие, сразу филин, а, Машенька, тебе нужно. Всё, я понял. Ну, если в такие метафири, кто-то скажет, это эзотерика, отлетевшие, как хотите. Ищем опору, во что верим, во что не верим. Итак, побыть одной, девочки, это нормально. Следующее. Уставать от своих детей, это тоже нормально. Бываю, что мы устаём, когда очень человек от нас требует большого количества внимания, если это взрослый человек, мы также от него можем устать. А дети, они от нас очень много требуют. У родителя роль дающего, но уставать от них и говорить, что я через я-сообщение, я устала, я хочу побыть одна, не распсиховаться, а вот через я, я-я-сообщение. И мама должна себе позволить отдохнуть. Самое важное, девочки, не проваливаться в чувство вины из-за того, что я такая плохая мать, либо проваливаться в чувство вины, потому что я хочу отдохнуть детей, вот я гуляю, значит, мой фокус внимания, только я гуляю, я отдыхаю. Не как там они у меня, мои солнышки, мои сокровища. А если муж не справится, а если что-то случится, нет, тогда толку вообще не будет, потому что фокус внимания вашего будет там. А нам нужно, чтобы вы отдохнули, то есть фокус внимания должен быть только на одном. Вот на одном. Я гуляю, я пью кофе, я где находимся, думаем только об этом. Это тоже тренировка осознанности, что я делаю, о том я и думаю. Он не расфокусируется в моем внимании, а именно туда направлено. Мы не делаем уборку, если устали. Чистота в доме не до такой степени важна, если чувствуем внутреннюю усталость. Отдохнуть. Отдохнуть. Я, конечно, знаю, что как мне отдыхать дома, если такой бардак. Сделайте фокус внимания на том, что дома, например, чисто. Ой, какие хорошие, прекрасные, чистые шторы. Вот я окна помыла и по списку, что чисто. Сделайте фокус внимания, отдохните, потом сделайте и состояние любви эту уборку, и вам будет в этом доме намного лучше. Я на себе. Когда такая легкая, воздушная уборка сделает и кайфуешь от неё, и как будто дом тебе так же вот даёт. Тебе в доме в этом хорошо, а если состояние надо, ты сделал уборку, которую никто не просил, никто от тебя её не требовал, ты сама требовала её от себя. Ну вот такое, это я могу сказать про себя, мой опыт вот из такого состояния. Мать, которая у дома чисто. Сижу в декрете, вот мой фокус материнства, вот внимание на дом и по списку. и к какому выводу пришла, я только эти игрушки с места на место, какие-то хожу целый день предметы с места на место перекладываю. Кому нужно, для чего это нужно, я не знаю, но я это делаю. Целый день. Вот зачем? Кто мне это расскажет? Вот надо было мне. Мне, видимо, было так спокойнее, что ли. Родилась не для того, чтобы вещи по дому переносить. Плюс, видите, ещё понять, для нас уборка, вещи должны лежать вот здесь, вот здесь. Для ребёнка в их голове прибранные вещи не так. У них эта игра, им кажется, что у них на самом деле это прибрано. Мы в своей программе, как говорится, живём, в своей картине мира живём в своём доме. Дети живут в своей картине мира. В период детства проходит очень быстро, и лучше его не тратить на нет, на раздражение и по списку. Лучше в любви, в лайте и дать психологическую опору, базу своему ребёнку, быть опорой своему ребёнку. Но если мы опора не сама, я себе, не опора, как я могу дать опору другому человеку, да ещё и маленькому? Такого невозможно. Девочки, следующий момент. Иметь в помощницах няню, либо помощницу по хозяйству, это тоже нормально. У нас есть няня, и это просто потрясающе. На приход не каждый день у нас, а вот от случая к случаю, когда комфортно нам, и это просто прекрасно. Ребёнок занят, няня есть, но няню, сразу говорю, няню, конечно, найти не очень легко. Каким критерием выбрать няню? Может быть, стоит записать, потому что мы нашли хорошую няню. Мия её любит, она Мию любит. Я когда сама в первый раз позвала девочку, которая мне помогла пока квартиру убрать, что-то уже всё интересно. Чуть подберу, чуть-чуть подберу. Для чего? Ну, видите, нам кажется, что нас осудят, нас потому что такая грязнуля. А это всё вот от Мойда Дыра? Или от Федориного Горя? Вот, что это сказки? Это же вообще вот, я вот ушла в сказки. Всё, девочки, уйду в сказки. Как это вот, это что у автора в голове? Вдруг из маминой, из спальни, кривоногий и хромой. Так, значит, сознание ребёнка. Мамин пришёл, кривоногий, хромой, возможно, и говорит, ах ты, грязнуля, начал налетать на ребёнка и вывыкнул. Тут про безусловную любовь данные сказки вообще не говорят. То есть ты, вот ты будешь таким, я тебя буду любить. А ты будешь другим, я тебя любить не буду. И интересненько. Вот такие дела. То есть вот сказка, это очень, вот это мы всё закладываем детям, что в голову. Вот этот вот котелочек всё варится и варится у них. Очень это интересно, какие сказки закидываются. Закидываются, потом какой получается, как говорится, супчик. Всё, мои хорошие, я с вами поделилась своими эмоциями. Я вам это разрешаю. Разрешаю, разрешаю. Быть одной нормально. Помужницу по хозяйству. Няня нормально. Не должна мама всё на себе тащить. Это нормально. Уставать от всех детей нормально. Я вам разрешаю. Всё разрешаю. Разрешаю. Вы, мои хорошие, я знаю, что у вас всё получится. Материнство, оно для радости, для своего саморазвития, для понимания себя, кто я. Также дети это очень помогают. Плюс всё, дети прекрасные учителя. Дети прекрасные учителя, которые нам могут подсветить какие-то наши внутренние проблемы, которые мы могли вообще этого не видеть. И как дети относятся к миру, как они чувствуют, как они адаптируются. Это очень всё интересно. Это вот, если ты наблюдаешь за ребёнком, это просто потрясающие учителя, которые научат нас самиму разуму. А нам самое главное с вами этих учителей чувствовать, не уставать от этих учителей. А это вот такой клубок. Клубок из всего. Хороший, я благодарю за любую вашу активность. Я очень рада, что мы друг у друга с вами есть. Пока-пока.